Заводом заводов называют советские люди уральский гигант тяжелого машиностроения. Годами складывались славные традиции многотысячного коллектива этого крупнейшего предприятия. В годы войны немало рабочих сражалось с врагом в составе сформированного на заводе уральского добровольческого корпуса. В наши дни в цехах завода вместе с молодыми рабочими трудятся и старые производственники, и ветераны Великой Отечественной. 15 боевых наград имеет Владимир Степанович Струн, бывший фронтовой разведчик. Недавно за трудовые успехи он удостоен ордена Октябрьской революции. Опытный мастер возглавляет молодежную бригаду, которая регулярно перевыполняет сменные задания на 70-80%. Вот таким пришел на завод после фронта Владимир Струнь. Родина никогда не забудет тот вклад, который внесли воины Урала в достижение нашей победы. Все для фронта, все для победы. Этот призыв партии стал девизом всех дружников тыла. Выпуском мощных танков ответили на него рабочие Уралмаша. Это кадры кинохроники тех лет. Люди не доедали, не досыпали, но отправка в армию грозного оружия не прерывалась ни на один день. На смену ушедшим на фронт мужчинам в цеха пришли женщины. Они быстро освоили новые, непривычные для них профессии. Все четыре года войны, стойко перенося лишения, трудилась электросварщица Саша Рогожкина. Кавалер Ордена Трудового Красного Знамени Александра Ивановна Рогожкина и сегодня работает на родном заводе. В музее истории Уралмаша она часто встречается с заводской молодежью. Делится с юношами и девушками воспоминаниями о людях, которые своим трудом помогали приблизить радостный час победного торжества.